Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Похудательные таблетки почтальона Печкина». Весна в Простоквашино всем радость принесла. Например, почтальону Печкину неожиданно зарплату повысили, и у него сразу интерес к жизни вырос. Он сразу стал все рекламные журналы покупать и внимательно их изучать. А когда его старшая сестра Кулина Ивановна Печкина ему старый телевизор из города привезла, он и вовсе рекламой увлекся. Сидит на солнышке на заваленке у своей почты и журналы внимательно рассматривает. Как только увидит любую рекламу, сразу ей верит. Увидит рекламу, что наши автомобили самые лучшие? Верит. Увидит рекламу, что от сосательных конфет чупа-чуп зубы улучшаются? Верит. Увидит рекламу, что витамин А плюс Б настроение поднимает? Верит. И сразу бежит покупать этот витамин. Вот как-то вечером прибежал он к дяде Федору и кричит. Ой-ой-ой, сегодня по телевизору опять новые таблетки. Для похудения показывали. Съешь такую таблетку и по килограмму в день потеряешь. Пять таблеток принял, и от тебя вообще ничего не осталось. А зачем вам, дядя Печкин, от тебя ничего не оставлять? Вы и так у нас худощавый сверх всякой меры, говорит дядя Федор. А так еще таблетку для похудания примите, добавил Шарик. Так вообще в одних трусах из аптеки уйдете. Почему? Удивился Печкин. Потому что брюки у вас на пол упадут, ответил Шарик, от моментальной похудалости. И тогда Печкин дяде Федору и Матроскину как своим признался. Это от того, я такой худощавый стал, от того, что похудел, что меня зависть берет. Какая зависть? Кому? Кому, кому? К соседке своей капустиной Пелагеи. Почему вы ей завидуете? В чем? В том, что у нее все растет быстро. В саду и в огороде, и в сарайчике. А что у нее растет в сарайчике? Спросил кот Матроскин. В сарайчике у нее кабанчик растет Борька. С большой скоростью, по 2 килограмма в день набирает. А у меня мой поросенок Мишка никак больше килограмма в день прибавить не хочет. Так вы ему таблетки для потолщения ищите, говорит Матроскин. Вот и догоните вашу соседку. Таких таблеток еще не изобрели, говорит Печкин. Вот для похудания таблеток сколько хочешь. По всем телевизорам показывают. А давайте я одну вещь вам скажу по секрету. Только вы никому, говорите, сказал дядя Федор. Мы умеем секреты хранить, точно. Я хочу пелагейному кабанчику через окошко таблеток для похудания набросать. Зачем, говорит Шарик. Чтобы справедливость восстановить. Ладно, сказал дядя Федор. Восстанавливайте вашу справедливость. Мы никому не скажем. Тогда почталин Печкин ушел. Кот Матроскин шариком на дядю Федора набросились. Не надо, говорит дядя Федор. Во-первых, мы слово дали. А во-вторых, ни разу в жизни не слышал, чтобы от похудания таблеток кто-нибудь вообще когда-нибудь худел. Дядя Федор добавил для разъяснения. Помните, вы тетю Тамару, сестру моей мамы. Все вспомнили тетю Тамару. Она была очень толстая женщина, военный полковник. Для нее в армии даже парашюта не нашлось. Хотя к тому времени на парашютных и десантных войсках уже танки сбрасывали. Вот-вот, сказал дядя Федор. Она была очень умная женщина, кандидат в военных наук. И всю жизнь она похудеть старалась. Если бы где-нибудь во всем мире придумали похудательные таблетки, она бы их первая приобрела. Значит, нету таких таблеток. И про происки Печкина быстро все забыли. Потому что более важные дела стали надвигаться. Создание Диснейленда и увлечение кота Матроскина, Страуса-выведением. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас давайте смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания. Пока.